привет всем владельцам техники сейфмота и всякой разной механики сегодня у нас такая вот небольшая печаль как печаль короче я ее как купил квадрик так он у меня еще требовал замены это задние тормозные колодки просто не очень приятная процедура по замене но еще неприятней квадроцикл делает вот так постоянно он подскрипывает вот именно задним суппортом ну туда что-то попадает и вот поэтому я решил заменить колодки скорее всего задние колодки они уже под износились значит задний суппорт у нас находится вот здесь вот на на кардане и потом уже идет задний редуктор сейчас на новых квадроциклах они уже ушли от этого и то есть задние суппорта у нас также как и передние на каждом колесе это вот конечно большой плюс вот к этому суппорту очень тяжело добраться плюс он еще издает вот такие вот скрипучие звуки еще когда ты тормозишь он знаете так это гремит неприятно то есть нажимаешь колеса там в общем из-за этого многие не любят x8 и вообще циф мод поэтому сейчас уже так не делают подгромыхивает короче вот этот вся эта система ну что как всегда не буду рассказывать как снимать колесо но расскажу вам куда его потом деть вот лучше всего положить его вот так под порожек подставить деревяшечку и немножечко опустить домкрат чтобы квадроцикл уже не шатался без одного колеса потому что мы сейчас будем как бы откручивать будет это все там на себя от себя там не заметите как упадет вам на ногу я работаю один в гараже поэтому техника безопасности прежде всего ну что в общем то в принципе вот эти вот болты и видите шестигранники вон они далеко вот они там вон они далеко вверху два шестигранника внизу до шестигранника значит по моему дальний держит скобу верхний держит этот самый сам супер вот откручиваем верхний нижний вот прошлый раз я на и рынке откручивал вот там он там нижний сломал себе блин ключ дорогой этот шестигранный так что поэтому я вот не люблю с этими задними тормозами ковыряться они там на заводской смазки короче закручено будет очень хорошо кстати смотри сейчас покажу еще один косяк который ну я считаю вообще вот копеечным но тем не менее его надо тоже устранять видите вот это теплоизоляция бака вот смотрите она короче вообще не приклеена ну что сказать блин чтобы это устранить надо разобрать вообще пол квадроцикла всю верхушку снять там шубок вытащить это вообще просто пока я кручу гайки предлагаю вам посмотреть как горит огонь в печи и подписаться на канал итак ребят все и открутил принципе обошлось без геморроя единственное к чему я не был готов это к тому что вот суппорт будет раздельный и потом получается вот видите вот вытаскивается она легко отсюда просто берешь ее вот за этот усик и вытаскиваешь при этом вдавив немножечко поршни получается поршни у нас стоят вот здесь суппорт как будто он из двух частей точнее он и есть двух частей поршни стоят здесь и поршни стоят здесь то есть это не как вот допустим в ремке было там один поршень суппорт снимается целиком здесь вот четыре поршня два с левой два с правой стороны и получается что после того как мы установили колодки необходимо будет прокачать тормозную систему вот сейчас мы сейчас я ставлю вот сюда ну мы побрызгал медной смазочкой утопил туда поршни и сейчас буду ставить сюда колодку вот у нас колодка на месте сейчас мы просто его соединяем и закручиваем два болта шестигранных кстати говоря вот смотрите старой колодки старой колодки 4000 километров вот одна износилась но скрипела не знаю по какой причине может быть это зависит от колодок вот вторая еще был ресурс вот такой вот длинный болт там шестигранник шестигранник кстати на 8 используется ну что ребят в общем вот так вот и выглядит в собранном состоянии самые большие сложности это вот с этой вот пластиночкой обратно ее туда впихнуть и теоретически может быть даже не придется прокачивать но мы сейчас проверим то есть мы поршни туда вжали лишняя жидкость вышла сюда и туда воздух то если не попал то получается надо будет только долить жидкости тормозной а тормозная жидкость у нас добивается вон там вон ну в общем в принципе так то и все так что кто считает видео полезным обязательно ставьте лайк кто считает видео бесполезным ставьте дизлайк и не забудьте вот на эти вот как это называется болты нанести стоп резьбу всем удачи на бездорожье всем пока